День жонглера День жонглера День жонглера День жонглера День жонглера Да, да. То есть держишься до последнего. Жонглировать можно. Вот мечами мы увидели, еще чем можно. Булавы вот есть. Давайте покажем. Итак, друзья, вот эти штуки. Раньше это называлось бита. Сейчас называется булава. Булава или булава? Булава. Булава. А, булава вот все-таки. Деревянная эта бита. А скажите, а сколько предметов вообще, скажите, сколько предметов максимально можно использовать? Максимально, но вообще до 12 кидают. До 12 предметов? Я сама не понимаю, как это сделать. А вот у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, хорошо, давайте перейдем к дельным советам. Итак, вы, значит, шарами жонглируете, кольцами тоже умеете? Разрешите, мы вас попросим. Пожалуйста. Проверочка будет. Итак, жонгляж кольцами происходит вот так. Внимание. Очень хорошо, что ты забивочку даешь сама. Молодец, спасибо. Спасибо. Давайте булавами. Чем сложнее? Чем сложнее булавами, сложнее жонглируют. Они потешнее? Нет, потому что у них идет вращение. А, у них еще внутри. Вот так. Боже, 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 сложнее. Будьте осторожны. Нормально. Нормально. У тебя хорошая медицинская страховка? Да, все хорошо. А теперь можно ли, скажите, простого человека, нормального? Уже взрослого, у которого руки вроде как из того места, но... И одного, у которого не из того места, научить жонглировать. И за сколько? Можно, конечно, научить любого. Но у каждого человека по-разному. А вот сразу надо брать три предмета или надо сначала... Ну, конечно, с одного начинаем. С одного. Давайте попробуем. И вот одной рукой или нет? Одной, конечно. Одной. Сначала одной. Сначала одной. Итак, Алька. Я один шарик, одной рукой. Ну, лучше встать, так удобнее. Так, внимание. Эксперименты. Берем шар. Сначала начинаем простое движение. То есть просто подбрасывайте и поймите. Оп. Нормально, смотрите, получается. Если вы сейчас на кухне у вас есть мандаринка или апельсинка, яблочко тоже пройдет. Можно сейчас сразу чистить. Раз, и картошка. Кругой рукой тоже самое. Чтобы попробовать. Боже мой, да. Какое полушария работает лучше. Да, понятно, какое. Мне кажется, левую тоже надо прямо разработать. Ну, у кого-то правая работает лучше. Потому что у кого-то, Лера, вообще очень полезно для развития головного мозга. А теперь справа налево. Вот так, через круговой движение. Через низ. Вот это все у нас уже получается. У нас с вами дуэтинг, я смотрю, хорошо получается. Вы знаете. Вот видите, один все просто, да? А теперь как бы можно каждому попробовать. Действительно просто. По два. Теперь по два. Я покажу, потом важно. Я посмотрю. Я вот так вот. Раз, и два. Боже мой. А как бы раз, и два. То есть сначала правую подкидываешь, потом левую. Ну, без разницы. Можно сначала левую, потом правую, так как два полустария. Раз, и два. А все окажется так. Потрясающе. Потрясающе, друзья. Еще непонятно, как это делать. Слава, спасибо. У меня тут уже. Может попробуем. А эту так куда? А как ее ловить, если? Раз, и два. С интервалом. А можно я тоже попробую? Пожалуйста. Еще раз. Раз, и два. Раз, и два. Вот я тебе говорю, тут переложить проще. Еще раз. Раз, и... О! Ну-ка, давай еще раз. Боже мой, Боже. Раз, и два. Ну, что доказывает лишь одно. Барышни, видите, обучаются быстрее, чем мужчины. Ну-ка, давайте продолжим с булавами, может быть. Давайте. Ты думаешь, да? Это будет легче? Мне с булавами легче. Я не с колечком, да, с колечком попроще. С колечком, да. С одним. Оп. Ты можешь, в принципе, бросать... Паш, давай его. На голову, я думала. Ну, булаву же брать ближе к середине. Итак, булаву взяли ближе к середине. Если у вас дома абсолютно случайно есть... Микрофон. Не получилось. Зато вы видите, что все по-настоящему. Я бы тоже... Опа! Оп, оп! Да что? Потому что я... Два, два. Почти. Оп, раз. Нет. Пол оборота делает. Один. А надо один. А вот это тоже трюк или нет, вот когда вот так? Ань, это лучший трюк нашего эфира. Это талантливый. А вот еще один. И... Ну, с этого примера начинается. Не буду, не буду. Дорогие друзья, спасибо огромное нашей замечательной гости. Спасибо вам еще разочек. Людмила Крупина, руководитель цирковой студии. Вот, как вы понимаете, видите, нам невозможно просто так взять и обучиться, ну, прям сразу за раз. Это целое искусство. И как там говорят, первые 10 лет тяжело потом привыкаешь, да? Первые два года. Первые два года. Первые два года точно тяжело. Интересно, вот эти животные, они легче или нет обучаются? Я уверен, что легче. Давайте посмотрим. У нас же есть специальная рубрика, называется «Пушистое утро». У нас же есть специальная рубрика, называется «Пушистое утро».